Глава первая. Друг. Часть вторая. После построения и пламенной речи лейтенанта Хайлайндера о том, что следующие четыре месяца будут самыми незабываемыми в жизни каждого, кто стоял тут, всех новобранцев разделили по ротам, рассказав о командире и где его можно было найти. Лайт оказался в одной группе вместе с Твистведом и еще десятком других рядовых. Рядовые Фейдинг и Рефлекшн попали в учебную роту Си, которой командовал опытный инструктор сержант первого класса Харт Кольт, или как он сам выразился, Сержант Харт, или просто Сэр гребаной мешки с навозом. Вот тот фраза лейтенанта Хайлайндера о том, что эти четыре месяца будут самыми незабываемыми в жизни Лайт и Твистеда, стала явью. По рассказам более опытных солдат, пока остальные сержанты учили навоком боя умению чеканить шаг, выглядеть красиво и статно на парадах, Харт натаскивал своих солдат драться. И не просто драться, а рвать зубами и топтать копытами любую, пусть даже и потенциальную угрозу принцессе и эквестрии. Но как ни странно, Лайту это только нравилось. Изнурительные тренировки, моральное давление и муштра не давали заскучать, как это бывало при любых других занятиях, в которых Лайт себя пробовал. Поначалу из-за крупного размера и веса ему было тяжело на тренировках по физической подготовке, но благодаря рвению, желанию, природной стойкости земного пони и поддержке со стороны новоиспеченного друга, фейдинг быстро доказал, что его сильные черты – выносливость и упорство. Что же до самого Твистеда? То все было еще интереснее. Ведь в царящей атмосфере страха перед командиром и его муштрой, этот жеребец казался неугомонным и всегда полным энергией. Очень быстро. Что рядовой фейдинг, что рядовой рефлекшн стали любимчиками сержанта, во всех смыслах этого слова, которые применимы в армии. На спины обоих теперь свалился весь темперамент и опыт инструктора, который гонял их пуще всех, благодаря чему моральное давление на остальных солдат стало заметно ниже, но не потеряло своей остроты по сравнению с другими ротами. «Рядовой бабочка!» – ревел Харт, впившись разъерванными глазами в тяжелодышащего лайта. «Какого сена ты, рядовой живчик, преодолели 25 километров по этим странным болотам раньше остальной роты, переплюнув норматив почти в два раза и едва не поставив новый рекорд?» На улице шел проливной дождь, все небо было затянуто темно-серыми свинцовыми тучами, вокруг свирепствовал сильный ветер. Земля размокла, превратившись в труднопроходимую жижу, на которой даже стоять уже было испытанием. На плече Фейдинга еле дыша висел Твистод, который, казалось, вот-вот выплюнет легкий. Ноги обоих горели огнем, а сердца уже почти проломили ребра в попытке вырваться наружу. «По... под... под...» – Лайт пытался набрать воздуха. «Потому что вы так приказали, сэр!» «Сук мне в ноздри!» – ряфнул Харт. «Да ты, укуси тебя, медвежу-гений, рядовой бабочка! С твоей природной грацией, с которой ты пролетел весь марш-бросок, нужно было идти в театр!» Харт повернулся к Твистоду, впившись того глазами. С его шляпы бурным потоком стекала вода, сливаясь с дождем. Но из-за его испепеляющего взгляда, казалось, что она попросту испаряется еще в воздухе. «Рядовой живчик!» – ряфнул сержант. «Здесь, сэр!» – прохрепел Твистод, борясь с одышкой. «Вы что, прилетели к нам с рядовым бабочкой на крыльях любви?» – прорычал Харт. «Я же запретил использовать все, кроме копыт!» Твистод сделал глубокий вдох, громко кашлянув. «Никак нет, сэр!» – выпалил он. «Мы использовали только копыта, сэр!» Харт громко фыркнул, скривив недовольную мину. «Потрясающе лягать, ваши крупы! Я готов расплакаться! Вы порадовали старикаредовой бабочкой и живчик! Отличная работа! Рады стараться, сэр!» Одновременно произнеси Лайт и Твистод, и неуклюже отдали честь. «Обосрать мои коленки!» – топнул сержант. «Я б вас обнял, но вы воняете, как стоило нечищенная неделю! Приказываю привести свои рожи в порядок! Свободны!» Спустя пару месяцев армейских будней Ротуси вывезли на полевые учения в леса скачущего ущелья, восточнее Ванхувера. Погода была теплая, на небе не было ни облачка, а летнее солнце сегодня было благосклонно и не палило, как пламя Тартара. Прибыв на место, Харт разделил солдат на несколько групп и отдал приказ начать возведение временного лагеря. А новоиспеченными специалисту Рефлекшену и Капралу Фейдингу было поручено самое ответственное – разведка окружающей территории. С одной стороны, задача была довольно простой – прочесать лес на наличие вероятных угроз, ведь в скачущем ущелье хватало хищников и, само собой, выяснить предполагаемое направление атаки потенциального противника. Но с другой стороны, встреча с вероятной угрозой в виде хищника, или уж тем более потенциального противника, не сулила ничего доброго. Лайт методично рубил лианы с помощью мачете, которую держал в зубах. Позади молча шел Твистед. Сегодня он взял с собой свои зубочистки, как их называл Лайт, или палочки для ковыряния в заднице, как их называл сержант Харт. Два обоюдоострых клинка, мирно покоящиеся в ножнах. Сержант взял на себя ведущую роль в изобретении веселых шуточек над Твистедом и его оружием. Поначалу он вообще приказал сдать клинки в арсенал, но рядовой рефлекшн попросил оставить их при себе. Сержант мог ему попросту отказать, но придумал нечто веселее. Он заставил Твистеда целую неделю не выпускать мечи из зубов, рассчитывая на то, что тот не выдержит. Но Твистед выстоял. После этого Харт плюнул и дал свое согласие. — Да встал бы их уже и помог мне! — фыркнул Лайт, повернувшись к товарищу. — Ты и так отлично справляешься! — хмыкнул Твистед. — К тому же кому-то нужно сохранить бдительность. — Жадница! — буркнул Фейдинг, продолжая прорубать путь. С каждым шагом дальше через лес, вокруг становилось все тише. Пропало щебетание птиц, стихли прочие звуки лесной фауны, оставив лишь тихое завывание ветра в кронах. — Не нравится мне это! — хмуро произнес Твистед. — За нами наблюдают! Лайт остановился, тяжело дыша, и оглянулся. Он выплюнул мачете, подхватив его копытом и облизнулся. — В смысле? — Фейдинг посмотрел на Твистеда. — С чего ты взял? Рефлекшн медленно повернул голову, скользя взглядом меж стволов деревьев. — Назовем это предчувствием. — тихо процедил он. — Ага, точно! — кивнул Лайт. — Предчувствие, что если мы не вернемся в лагерь вовремя, сержант с нас шкуру спустит! Он вновь взял зубы мачете и двинулся дальше. Твистед еще раз огляделся и шагнул следом. На многие странности вокруг его друга Фейдинг уже перестал обращать внимание. Все порой ведут себя странно, и специалист рефлекшн не исключение. — Тихо что-то тут! — произнес Твистед, вновь оглянувшись. Лайт проигнорировал предупреждение. Слишком надуманным оно выглядело. Самая большая опасность сейчас — не успеть вернуться в лагерь к вечеру. Вот там-то уж точно начнется настоящая битва с сержантом. Или... — Берегись! Лайт инстинктивно пригнулся, услышав предупреждение товарища. Над его головой, чуть коснувшись гривы, мелькнуло огромное жало. Его острие ударилось в ствол дерева, вырвав из него приличный кусок. И если бы Лайт не пригнулся, на месте дерева была бы его голова. Жеребец быстро кувыркнулся, уходя прочь с линией атаки. В паре метров от него появился Твистед. Все вокруг тут же наполнилось гулким жужжанием и запахом древесной смолы. — Что за... — прошепел Лайт, оглядываясь по сторонам. Внезапно из-за ближайших кустов на них вновь вернулась чья-то тень, заставив обеих жеребцов прыгнуть в разные стороны. Это сработало, и монстр на секунду, растерявшись, промахнулся, прочертив жалом по земле глубокую борозду. — Ох ты же мать моя! Фейдинг, став на дыбы, увидел перед собой противника. В нескольких метрах от него парила трехметровая насекомая. Гигантская желто-черная оса, в толстом брюшке которой находилась длинная и острая жала. Помимо него, в своем арсенале насекомая имела массивные жвала, торчащие из ее большой головы, на которой красовались длинные усы и черные фасеточные глаза. Монстр повернул голову в сторону Лайта, тряхнув усиками и щелкнув челюстями, и развернулся для следующей атаки. — Что здесь делает болотная оса? — выпалил Фейдинг. Он отпрыгнул в сторону, уклоняясь от очередного выпада насекомого, чей массивный силуэт тут же скрылся в тенях деревьев. — Тут же слишком холодно и сухо для них! — прорычал Лайт. — Это ты ей скажи, натуралист хренов! — ревнул Твистед. Позади него, жужжая и щелкая жвалами, вылетела оса. Рефлекшн среагировал молниеносно, отпрыгнув на два шага назад, что позволило его боку избежать встречи с жалом насекомого. Не теряя времени, оса повернула в сторону Лайта, почти достав его своим жалом, которое чудом разменулось с его шеи и врезалось в дерево. После кувырка Фейдинга насекомое сменило тактику, не став вновь раскрываться, и сразу же приземлилось на землю. Оса развернулась к жеребцу. Лайт осторожно поднялся и стал медленно отступать, не сводя глаз с нее, пока так грозно клацало жвалами. Неожиданно позади насекомого мелькнул силуэт Твистеда, зрачки Лайта сузились от ужаса. «Нет, Твист, она этого и ждет!» — рефнул он, но уже было поздно. Стоило же жеребцу приблизиться достаточно близко для атаки, как оса мгновенно развернулась, нанеся первентивный удар жалом прямо в грудь Твистеда. Тот, приглушенно вскрикнув, отлетел на несколько метров назад и упал в кусты. Фейдин, грозно заревев, бросился на насекомое. Два коротких прыжка и Лайт, встав на передние копыта, сильно легнул противника в грудь, отчего оса, гневно зашипев, упала на землю. Не дожидаясь, пока монстр оклемается, Фейдинг рванул в то место, куда упал товарищ. «Твист, мать твою, Твист!» Он подбежал к месту, куда только что упал то его товарищ. «Твист, ты там живой или что?» Фейдинг ошеломленно замер. Вместо его друга, отброшенного в кусты, он увидел совсем не то, что ожидал. Перед ним лежал некто, отдаленно похожий на пони. Черный цвет тела, ноги усеянные дырами и пара голубых глаз без зрачков, один из которых существо держало закрыто, морщась от боли. «Твою, кажись, она мне ногу сломала!» — прохрепел он. «Твист, чё за...» Лайт ошеломленно смотрел на товарища. Рефлекшен опустил голову, взглянув на свою здоровую ногу и замер. «Твою мать!» — сердито прошипел он. Позади раздалось гневное жужжание. Оса уже пришла в себя и намеревалась продолжить атаку. Она взлетела над землей и винулся на Фейдинга и Твиста. «Ну, теперь можно уже и не прятаться!» — раздраженно проворчал Рефлекшен. На его спине дрогнула пара прозрачных крыльев, а клинки объяла аура телекинеза. Одним коротким движением он излёг их из ножен и резко махнув в тот самый момент, когда позади Лайта показался силуэт осы. Насекомое тут же отпрянуло назад, гневно шипя и клацая жвалами. «Ты ещё леготей летаешь!» — вытаращившись над Твистада, прорывел Фейдинг. «Давай позже, а!» — рефнул тот. Оса ринулась в очередную атаку, вновь заставив обоих отпрыгнуть в разные стороны. Твистед сосредоточил внимание монстра на себе, ловко маневрируя между стволов деревьев и осыпая насекомое ударами. Но ни один из них не мог пробить толстой хитин осы. Бросив попытки поймать рефлекшена, она переключила своё внимание на Лайта. Резкий взмах жалом со свистом пронёсся около жеребца, угодив ствол дерева. Фейдинг нырнул в ближайшие кусты, и тут перед его глазами предстала неприятная картина. Сразу за кустом начинался крутой склон. С воплем и бранью он шмякнулся о землю и кубарем покатился вниз. Несколько секунд головокрушительного спуска, во время которого гневное жужжание и лязганье стали о панцирь насекомого, слились в один сплошной поток, и Лайт рухнул на траву. Голова ходила ходуном, а мир перед глазами вращался в бешеном ритме. Кое-как кряхтя и кашляя, Фейдинг поднялся на копыта, пытаясь привести звенящую голову в порядок. Уши жеребца уловили жужжание, которое было чуть тише, чем у той огромной болотной осы. Лайт присмотрелся и второй раз за эти пару минут остолбенел. «Твою!» — он сглотнул. Перед ним находились остатки огромного дуба, из кривого и полого пня которого на Фейдинга смотрело шесть пар черных фасеточных глаз. Три мелких осы, миниатюрные копии той, с которым он и Твисты только что сражались. Один из детенышей слегка подался вперед, сердито шикнув на жеребца, и тут же с опаской отпрянул назад. «Отлегай меня, Селестия!» — Лайт стукнул себя по лбу. Он тут же развернулся и рванул вверх по склону, туда, где все еще шел бой. Нужно было успеть. Поднявшись по склону, он увидел, как огромная оса махнула жалом целист Твистыда и оставил на дереве глубокую отметину. «Твистыд, отставить!» — прорывел Лайт, рванув к товарищу. Оста и рефлекшн повернули голову, услышав опль Фейдинга. Секунда, и мимо ошеломленного насекомого пронесся Лайт. Он прыгнул, схватил Твистыда зубами за ремень его сидельной сумки и ринулся прочь. Единственное, что успел сделать рефлекшн — громко ругнуться и вскрикнуть из-за боли в поврежденной ноге. Насекомая пару секунд летела следом, пока не убедилась, что оба нарушителя территории уносят ноги. Остановившись, оса злобно зашипела жеребцам вслед. Лайт несся через лес, не разбирая дороги. Все это время он держал зубами громко ругающегося товарища, чьи слова, к сожалению, не мог разобрать из-за адреналина, бьющего по ушам. Внезапно перед Фейдингом опять возник крутой склон. Не успев должным образом среагировать, Лайт оступился и вместе с Твистедом рухнул на землю, кубарем покатившись вниз. Мир вновь слился в одно размытое пятно из красок и звуков. Два жеребца, вылетев из кустов, грохнулись на землю около речушки. «Дерьмо чтоб тебя!» — прокрептел Твистед, пытаясь повернуться на спину. Голова Лайта ходила худуном. Дыхание сбилось, сердце моталось в груди с яростью бизона, а копыта горели огнем. Он открыл глаза. Чистое голубое небо, журчание водой откуда-то сбоку и сердитое ворчание лежащего рядом товарища. Нет, он пока не умер. И Твистед, видимо, тоже. Жеребец, громко кашлянув, медленно поднялся. Если Фейдинг точно помнил утренний брифинг, они оказались на берегу той самой реки, которая огибает скачущее ущелье и прячется у его подножия под землю. Фейдинг повернулся к лежащему на спине Твистеду. — Дратьте во все дыры, Фейдинг! Рефлекшн громко прокашлялся. Здоровой ногой он прижимал раненую к груди. Теперь Лайт смог разглядеть его чуть получше. Вместо привычной шкуры его тело было покрыто панцирем. Достаточно прочным, ведь оса ужалила его прямо в грудь. На лбу красовался изогнутый рог, отдаленно напоминающий единорожий. На спине находилось два полупрозрачных синих крыла, одно из которых было повреждено падением, а изо рта торчало два клыка. Твистед открыл глаза, поморщившись от боли, и попытался встать. Попытка не увенчалась успехом из-за поврежденной ноги и ноющей головы. — Какого сена ты! — Вновь проворчал Твистед. Лайт, тряхнув головой, подошел к товарищу, помогая ему подняться. Он никогда не задумывался, почему его друг такой легкий. И вот сейчас стало ясно, почему. Усадив бронящегося рефлекшена, Лайт огляделся, достав компасы карту. — Мы в паре километров от лагеря. После недолгого изучения местности заключил он. — Ты чего рванул, как полоумный? Твистед опять поморщился от боли. — Это... Это была самка. Фейдинг вытер спот со лба. — Болотные осы в этот период улетают на север. Размножаться. А мы с тобой нарвались на гнездо. Я его увидел, когда свалился. Фейдинг спрятал карту и компас сумку, вновь повернувшись к рефлекшену. — У нас такие водились в хаесинских болотах. — Ответил он на немой вопрос друга. — Натуралист долбанный. Твистед сплюнул. Он повернул голову, взглянув на свое поврежденное крыло и тихо ругнулся. — А вот что ты за хрень? Я пока не догадался. Лайт угрожающе занес копыто над носом Твистеда. Тот, мельком взглянув на копыто Фейдинга, перевел взгляд на его лицо и сглотнул. — Ну да. Он пожал плечами. Лицо рефлекшена исказилось болезненной гримасой. — Я не совсем пони, — добавил он. Вернее, вообще не пони. Лайт усмехнулся. — А то я сразу не догадался. Он упустил копыто, нахмурившись. — Ну давай, пропой мне чего-нибудь, пока я тебе не врезал для профилактики. Твистед фыркнул, отрицательно покачав головой. Он сжал зубы, аккуратно тряхнул поврежденным крылом, возвращая его из неудобного и болезненного положения в какое-то подобие нормы. — Я Чейнджлинг, — признёс Твистед, переводя дух. — Чего? Фейдинг поморщился. Чейнджлинг, — повторил Твистед. — Здорово, — кивнул Лайт. — И чё? Рефлекшн скинул бровь. — То есть ты о нас ничего не знаешь? — спросил он. — Не, ну а какого сена я тогда спрашиваю? — возмутился Фейдинг. — Может, потому что ты тупой? — попробовал угадать Твистед. Лайт, скривившись в едкой ухмылке, поднял копыто и впился взглядом в Рефлекшн. Тот усмехнулся. — А если между клыков? — Лайт наклонил голову. — Тогда ты не сможешь меня допрашивать, — ответил Твистед. — Резонно, — кивнул Фейдинг. — Короче, то, что я перед собой вижу, и есть специалист Твистед Рефлекшн? — Или я могу начинать вырвать тебе клыки, пока ты не скажешь, куда ты его дел? Чейнджлинг вновь усмехнулся. — И да, и нет. Он пожал плечами. — Поясни. — Твистед Рефлекшн — это моя форма образа. Личина, под которой я живу среди пони. И нет, я никого не убивал. Я придумал ее после своего совершеннолетия. Проще говоря, я и есть Твистед, которого ты знаешь последние несколько месяцев. — Ага, — кивнул Лайт. — Ада совершеннолетия, как тебя звали? — Синта. Фейдинг, на секунду задумавшись, окинул взглядом сидящего перед собой Чейнджлинга. На его лице возникла насмешливая улыбка. — В задницу иди, — произнес Рефлекшн. — Нормальное имя. Лайт загоготал, вызвав ответный болезненный смешок у Чейнджлинга. — То есть, — поборов приступ смеха, — произнес Фейдинг, — вот то, что я сейчас вижу перед собой — все тот же самодовольный и напыщенный Твистед Рефлекшн с огромным эго. — Ну, в принципе, да, но... — Чего? Глаза Чейнджлинга расширились от возмущения. Лайт уселся на песок, начав ржать еще громче, чем раньше. Твистед попытался стукнуть его или хоть как-то дотянуться, но из-за поврежденной ноги у него получилось лишь недовольно морщиться от боли. — Да пошел ты с задницы! Твистед медленно поддавался звонкому гоготу Лайта. — Ты на свое эго посмотри, мистер! Тупые шутки за десять битсов! Фейдинг засмеялся еще громче, но теперь к нему присоединился еще и Твистед, добавив к басу Лайта свой. — А все... — А все... — произнес жеребец, вытирая слезы и тяжело дыша от накатившего приступа смеха. — Что ты мне до этого рассказывал о себе вранье? Твистед отрицательно помотал головой. — Большая часть — правда, — ответил он. Врал только о детстве. Я действительно родился в Холлоу Шейдс. Вернее, рядом с этим городком. Там находится мой улей. — Улей? Лайта повел бровью. — Вы типа пчел, что ли? — Сам ты типа пчела. Твистед прокутил копытом у виска с такими же крохотными мозгами. — Ладно, — усмехнулся Фейдинг. — Ты мне вот что скажи. — Какого сена ты на себя этот маскарад прилепил? — Хотя он вновь осмотрел сидящего перед собой, остановившись на клыках и роге. — Ну да, рожа у тебя экзотическая. Хотя моей тетушке ты бы понравился. — Жаль, что таких в Эквестере очень мало. — Забавно. — Лады, пора двигать к лагерю, а то не успеем. Рефлекшн удивленно нахмурился. — И все? — Он смотрел на Фейдинга непонимающим взглядом. — Чего все? — Ну я же как бы рефлекшн указал копытом на себя. — А-а-а. Типа должен ли я тебе после этого доверять, да? — Лайт ухмыльнулся. Он подошел ближе, легонько тнув копытом в лоб сидящего Ченджинга. — А чего нет? — Ты все та же заноза в крупе, как им было до этого. Фейдинг пожал плечами. — Единственное, что поменялось, это внешний вид. Он стал чуточку лучше. Твистед закрыл глаза копытом, отрицательно помотав головой. — Только я надеюсь... — Лайт указал копытом на товарища. — Что мы не будем всем его показывать, лады? Твистед фыркнул. Секунда, и его тело объела изумрудная аура, вернув облик древесно-коричневого земного пони. — О, как! — усмехнулся Лайт. На лице его друга появилась хехидная улыбка. Мгновение, и перед Лайтом уже сидела его точная копия. Лайт ошарашно отступил. — Я фейдинг Лайт! — произнес Твистед голосом друга. — Зовите меня, капрал, задница! Лайт резко сорвался с места, ринувшись на товарища, и нанес хлесткий удар правым копытом, остановив его в считанных сантиметрах от лица Твистеда. От неожиданности тот отклонился назад и рухнул спиной на песок. Маскировка тут же слетела с рефлекшена, а сам он, схватившись за поврежденную ногу, повернулся на бок и зашипел. — Чтоб тебя! — прорычал он в фейдинг, придурок! — Я же пошутил! — Как больно, мое долбанное крыло! Лайт засмеялся, подходя к другу. — Так я ж что же! — хохотнул он. — Да пошел ты! — сквозь зубы произнес Твистед. — Лайт с легкостью поднял бронящегося товарища и закинул себе на спину. Выргавшись, рефлекшен помотал головой и фырнул. Вдруг он начал лихорадочно озираться по сторонам, ища глазами что-то. Найдя на песке два клинка, он облегченно вздохнул. По телу Твистеда проскользила елизаметная изумрудная волна. Клинки объяла магическая аура и подняла их вверх. Но стоило им на секунду оторваться от земли, как они тут же рухнули на песок. — Блин! — выдохнул Твистед. Лайт подошел ближе и, подняв мечи, протянул их товарищу. Тот, благодарно кивнув, осторожно поместил их в ножны у себя на боках. — Так это точно подарок мамы? — спросил Лайт. — Ну, не совсем, — кивнул Твистед. — Подарок моей королевы. — О! А ты что, типа принц? Фейдинс скинул бровь. — У нас нет принцев, — ответил рефлекшн. Лайт поправил свою ножку в виде раненого друга и седельных сумок и повернул голову к Твистеду. — Ну вот, пока мы будем чухать к лагерю, ты мне сейчас все и расскажешь. — Хорошо хоть, что ты весишь меньше мешка с навозом. — Ха-ха-ха! — кислый процедил рефлекшн. — Вы немногим-то и отличаетесь, — хохотнул Лайт. — Мешок только весит больше. — Ой, да заткнись ты уже! — Солнце уплывало за горизонт, забирая дневную жару вместе с собой и окрашивая небо в красно-оранжевые и желтые оттенки. Синта и Лайт вышли из леса, приблизившись к подножию жеребячих гор. Перед гвардейцами появилась высокая пещера, скрытая от посторонних глаз многочисленными лианами и кустами, тускло посвященное заходящим солнцем. — Ну, достаточно оперативно! — кивнул Лайт. — Могли бы и быстрее! — произнес Синта. Ченджлинг подошел к входу в пещеру и принялся копаться за камнем. Через секунду в его магическом захвате парил факел, который Синта зажег одним рощерком кремния, лежащего там же. Он повернулся к Фейдингу. — Отчего факел? — спросил Лайт. — Почему не зажжешь на роге искорку? — Лицо жеребца исказила ехидная гримаса, а сам он насмешливо посмотрел на друга. — Ой, я ж забыл! — Ты ведь не умеешь! — Очень смешно! — пробугнил Синта. Ченджлинг, сердито фыркнув, развернулся и первым шагнул в пещеру. Каменный грот в свете факела выглядел мрачно и неприветливо. Вокруг пахло сыростью и плесенью. Как только гвардейцы зашли внутрь, обоих объела темная аура. Придав им форму фестралов, глаза Синта и Лайта тут же приспособились к кромешной тьме. — Слушай, а зачем мы зажгли факел, если можем использовать зрение фестрала? — спросил Лайт, иди след за Твистедом. — Зрение лишь усиливает имеющийся свет, а в пещере кромешная тьма, — признес Синта. — Чем ты слушал на обучении? — К тому же, если тут есть хищник, пусть лучше он узнает о нашем присутствии раньше, чем нападет от испуга. — Ага. — Фейдинг многозначительно кивнул. — А зачем я это спросил? — Синта закатил глаза. Гвардейцы медленно шли по камням, насторожно озираясь. Вокруг было пусто и спокойно, лишь редкий ветер завывал между сталактитами и сталагмитами, прячась в темных уголках этого природного сооружения. Грот оказался довольно большим, и в нем легко бы мог сделать пару изящных пируэтов весь состав фундерболтов. По пещере тянулось большое количество ответвлений, и, как сказал Синта, большинство из них вели в тупики. Проходя мимо одного такого ответвления, Ченджинг неожиданно замер. — Тут кто-то есть. — Он оглянулся. — Я чувствую чьи-то эмоции. — Большой. — Лайт поравнялся с другом, начав так же озираться. — Сено его знает, но он явно нервничает. Внезапно из ближайшего прохода, находившегося в паре метров от гвардейцев, вытянулась большая голова с медвежьей мордой, огромными глазами и птичьим клювом. Шею зверя украшали длинные черные перья, плавно переходящие в бурую шкуру. Зверь принюхался, приглушенно рыкнул и повернулся к Лайту и Твистеду. Гвардейцы замерли. — Савиный медведь! — Лайт скинул бровь. — Чтоб тебя! — прорычал Синта. Медведь, издав свирепый рев, встал на задние ноги, вытянувшись вверх на добрых четыре метра, и поднял огромные передние лапы с острыми когтями. Оба гвардейца тут же рванули в ближайший туннель. Медведь рянулся следом, сердитый рыча и клацая клювом. — Какого сена нам так везет на местную фауну? — с досадой выпалил Твистед, сворачивая в очередное ответвление. — Давай сюда! — крикнул Лайт. Оба протиснулись мимо огромного валуна, который частично перекрыл собой проход. Стоило копытам Синта оказаться внутри, как за ним следом влетела когтистая лапа медведя, пытающегося ухватить нарушителей своего спокойствия. Но из-за большого размера и узости прохода влезть следом за гвардейцами зверь не сумел. Спустя минуту медведь оставил бесполезные попытки и уселся около выхода, начав приглушенно ухоть. — А вот теперь точно все хреново! — скупо процедил Лайт. Синта поднял факел вверх и оглянулся. Ответвление, в которое они попали, было тупиком. Единственный выход был там, где сейчас сидел совинный медведь. — Да чтоб тебя! — прорычал Синта. Он бросил факел на пол и схватился за клинки. — Эй-эй-эй! Лайт перегородил ему дорогу. — Спокойно! — Какой я в тартар! Спокойно! Синта махнул в сторону единственного выхода. — Этот урод мешает мне добраться до Улья! — Мы и так потеряли кучу времени, и я не намерен терять его и дальше! Синта обошел товарища, обнажая месяц и Луну. — Ну-ну! — усмехнулся Лайт. — Посмотрю я, как ты собираешься бороться с совинным медведем в тесном помещении. К тому же эти ребята настолько редки в Эквестрии, что каждый из них на счету. Убьешь его, и принцессу Луну просто сожрут с потрохами защитники редких животных! Синта раздосадом спрятал клинки в нужных и гневно зашипел. Медведь ответил приглушенным ухом. — Дерьмо! Ченджлинг встал на дыбы, нанося удар в стену. Фейдинг подобрал лежащий на полу факел, поставил его около стелагмита и сел рядом, уперший спиной о камни. — Расслабься, дружище! — признес он. — Хошь не хошь, а мы тут до утра. — И не нервничай ты так! Все обойдется! Твистед сел на пол, начав тяжело дышать. — Синта, передохни! Лайт встал и приблизился к товарищу, положив ему копыта на плечо. — Ты уже несколько дней нормально не спал. — Хочешь прийти домой и рухнуть от усталости? — А если нам действительно придется драться? Синта повернулся, посмотрев на друга. По его глазам было отчетливо видно, что он не просто нервничает. Твистед был на грани истерики. Но кроме этого было заметно кое-что еще. Фейдинг был прав, ведь он сильно устал. Очень сильно. — Успокойся уже! — Да, возможно. Возможно, ты прав. Твистед глубоко вздохнул. — Приляг, пока этот парень не уснет. Фейдинг кинул в сторону, откуда носилось уханье. — Обещаю, что разбужу, как только это случится. — Спасибо! — кинул Ченджинг. Лайт сел около факела, опершись на булыжник, в то время как Синта просто распластался на каменном полу. Его глаза медленно закрылись, а сам гвардеец начал погружаться в тревожный сон. Стражник недовольно потянулся, разминая затекшую спину. Над Контерлотом властвовала ночь, погрузив столицу в темноту. Единственным источником света была полная луна, мягко освещающая пустынные улочки и крыши бледным светом. Но сегодня ночное небо выглядело очень необычно, и виной тому был огромный светло-алый купол, который заключил весь город в один большой пузырь. — Как думаешь, Крисп? — опираясь на древко копья, лениво земнул земной пони и повернулся к пегасу стоящему рядом. — Мы когда-нибудь выспимся? — Жеребец промолчал. — Ты какой-то сегодня молчаливый. — Вновь зевнул его напарник. — Неудивительно, меня тоже все это достало. И вообще, какого сена они поставили на стеречь террасу в парке? Тихое постукивание копыт по каменной дорожке привлекло внимание солдат. Оба часовых одновременно повернулись, взглянув на источник шума. К ним навстречу двигалась не совсем обычная группа пони. В первых рядах шел капитан королевской стражи Шайнинг армор, а рядом с ним двигалась плавной походкой его будущая супруга, принцесса Миамора Каденция. Их сопровождало шесть стражников, облаченных в броню. Часовые вытянули струнку, отдавая честь. — Доброй ночи, солдаты! — мягко поздоровалась принцесса. — И вам доброй ночи! — ответил часовой земной пони, поклонившись. — Великолепная ночь для прогулок! — пропела Каденция, мельком взглянув на будущего супруга. — Ты так не считаешь, дорогой? Капитан лишь медленно кивнул и промычал что-то вроде «м-м-м-м». Внешне почему-то он был очень сонным, а движения Шайнинга были вялыми и заторможенными. Кайденс подошла к краю террасы, взглянув вниз. Через секунду ее лицо озарила улыбка. Принцесса повернулась к часовым. — У вас что-то со шлемом, солдат! — признесла она, обращаясь к земному пони. — Простите! — он удивленно моргнул. Часовой снял шлем и взглянул на него, пытаясь найти проблему. — Ничего не... Солдат не успел договорить. В тот же миг ему в затылок ударилось древко копья, которое держал в магическом захвате его напарник Пегас. Стражник беззвучно упал на каменную плитку. Принцесса посмотрела на Пегаса и вновь повернулась к краю террасы. — Все готово, Ярро! — произнесла она. — Да, моя королева! — ответил Пегас. — Группа ждет, пока вы снимете купол. — Великолепно! Кайденс усмехнулась. Она подошла к будущему супругу и нежно затронул с дыбу щеки. — Милый, можешь убрать этот пузырек на пару секунд! — проворковала она. Глаза принцессы вспыхнули зеленым свечением, а через мгновение загорелись и глаза самого Шайнинга. — Да, дорогая! — вяло пробумнил капитан. Его рук озарила алая аура. На мгновение огромный щит, висящий над столицей, слабо моргнул и пропал. Спустя пару секунд Рок Шайнинга вспыхнул ярче, и купол опять окружил контрлот со всех сторон. Со стороны обрыва раздался гол сотен крыльев, и уже через мгновение на террасу приземлилась большая группа ченджлингов. Первые пять, что приземлились раньше всех, шагнули к Кайденс и поклонились. — Мы готовы, моя королева, — произнес один из них. Принцесса окинула взглядом десятки черных панцирей и синих глаз, что сияли во мраке ночи и довольно усмехнулась. — Прибыли все, кого вы рекомендовали, — произнесла она, повернувшись к одному из стоящих около нее. — Да, моя королева, — ответил ченджлинг. — Кайденс повернулась к Яру. — Что с часовыми и другими инфильтраторами, служащими в королевской страже? — Часовые нейтрализованы. Ченджлинг излюк из-за пазухи сверток и протянул его группе около Кайденс. — Вся информация об инфильтраторах тут. — Мы полностью готовы начать подмену офицеров. Остается только комендант Риппер. — Отлично. — Кайденс повернула голову к одному из пятерки ченджлингов. — Фэнд, возьми список и займись инфильтраторами. — Ченджлинг кивнул, подхватив бумагу телекинезом. — Остальные действуйте по плану, — добавила принцесса. Она повернула голову к Шайнингу, мягко тому улыбнувшись. — А Шайнинг Армор любезно согласится нам помочь нанести визит нашему любимому коменданту. Кайденс поиграла бровями. Капитан Королевской Стражи вяло кивнул. — Начинайте. — Принцесса кивнула ченджлингом-командиром. — Завтрашний день должен быть идеальным. Она усмехнулась. Вся большая группа ченджлингов тут же сменила облики, приняв вид солдат Контерлодской Стражи. Разделившись на несколько частей, они скрылись в темноте Контерлодского парка. Рядом с Кайденс и Шайнингом осталось лишь пара десятков замаскированных солдат. — Капитан, проводить нас к коменданту Рипперу, — улыбнулась она Шайнингу. Группа миновала парк, направившись в сторону расположения казарм гвардии. Все часовые, встречающиеся на их пути, просто игнорировали капитана и сопровождения, идущих через спящий город. Оказавшись на территории части, они свернули в сторону большого белого здания, увенчанного стеклянным куполом. Около массивных дверей стояло два крупных земных жеребца в золотой броне, которая закрывала их с ног до головы. В копытах у каждого находился массивный топор такого же золотого цвета. Приблизившись к Стражникам, Кайденс и ее спутники остановились. — У меня важное дело к коменданту Рипперу, — медленно произнес Шайнинг Армор, глядя на солдат у ворот. Стражники переглянулись. Один из них постучал в массивные двери, и через секунду в них открылась маленькая окошко, в котором показалась голова бородатого единорога. — Капитан Шайнинг Армор с невестой, — произнес солдат, — по важному делу. Секретарь единорог кивнул и закрыл окно. Через несколько секунд массивные двери открылись. — Проходите, капитан. — Ваше Величество! — поклонился секретарь, выходя навстречу. — Я уже сообщил коменданту о вашем приходе. Он ждет. — Отлично! — кивнул Шайнинг. Вся группа вошла внутрь, двигаясь след за единорогом. Охрана в штабе была существенно усилена после того, как к принцессе пришло анонимное предупреждение о планирующемся нападении на столицу. Закованные в броню часовые стояли практически повсюду, около вторых дверей, ведущих в общий зал, на лестнице, наверх и даже около кабинета коменданта. Большая часть замаскированных ченджингов из сопровождения Кайденс и Шайнинга остались на первом этаже, тогда как к коменданту отправились лишь четверо. Оказавшись около большой деревянной двери, единорог-секретарь остановился и постучал. — Войдите! — прозвучал строгий голос. Единорог толкнул дверь, пропуская гостей внутрь овального кабинета, в центре которого стоял массивный дубовый стол, полностью заваленный бумагами. Сам кабинет был обит деревом, на полу красовался бурый ковер, а на стенах висели большие карты контрлота и эквестрии. За столом сидел седой белый пегас с пышными усами. Увидев входящего капитана королевской стражи, он поднялся со стула и шагнул навстречу. — Капитан, чем могу слу... — произнес он и тут же осекся. Стоило ему остановить взгляд на Кайденс, как лицо рипера побледнело. Он помрачнел и впившись в принцессу взглядом, сделал осторожный шаг в сторону. Кайденс ехидно ухмыльнулась. Позади нее прозвучали громкие выкрики. Сверкнул несколько ярких вспышек, дополненных звуками боя. Послышался лязг доспехов и крики стражников, которые вскоре стихли. Рипер сердито вздохнул. Секунда. И комендант попытался выпрыгнуть через окно, но Кайденс оказалась быстрее. Ее рог объяла зеленая аура, выстрелив в сторону Пегаса ярким лучом. Магия впечатала пони в стену, отчего он еле слышно вскрикнул и упал на пол. Маскировка рассеялась, и перед принцессой теперь лежал оглушенный Чейнджелинг с красной спиной пластиной. Позади Кайденс появилась пара солдат. — Связать его и бросить к остальным, — равнодушно произнесла она. Те кивнули, шагнув к риперу. Кайденс неожиданно подошел к другой боец. — Моя королева, вы должны взглянуть. Он оказал на лестницу, ведущую на первый этаж. Принцесса кивнула и двинулась следом за ним. Шайнинг покорно плелся позади. В главном зале, где находились остальные замаскированные солдаты и плененные стражники, трое из них держали брыкающегося фестрала, утнув его голову в пол. — Как занятно! — ухмынулась Кайденс, встав на ступеньки. — Он попался около штаба, атерпортовал один из чейнджелингов. — В лунную гвардию набирает чейнджелингов, — усмехнулась принцесса. — Поднимите его. Солдаты, грубо схватив сопротивляющегося жеребца, посадили его на пол. — Тут есть еще гвардейцы луны? Кайденс подняла бровь, взглянув на пленника. — А может, тебя еще под хвост поцеловать? — фыркнул жеребец. Один из солдат сильно ударил фестрала по щеке, тот яростно сплюнул, повернувшись к ударившему. — Не смей так говорить с королевой! — ряхнул боец. — Я тебя запомнил, падла! — прорычал гвардеец. — Заткнись! Другой замаскированный чейнджелингов грубо тряхнул фестрала. Принцесса повернула голову Кьяро, который стоял рядом с ней. — В лунной гвардии сейчас имеется шесть бойцов! — Спокойно ответил он. — Двое отбыли сегодня утром. Двое улетели с принцессой Луной. В кантерлоте должно остаться двое. — И давно ты заделся в предателей, а, Яра? — фыркнул фестрал, глядя на пегаса рядом с принцессой. Тот промолчал. Лунный гвардеец сплюнул на пол. — Не знаю, что тут происходит, но синта тебе кишки выпустит! — Заткнись! — ряфнул солдат, держащий жребца. Кейденс повернулась к Яр. — Найдите второго! — произнесла она. — Как поймаете, свяжите и не давайте им спать! Иначе они предупредят Луну! Яра и часть чейнджелингов кивнули, быстро покинув помещение. Фестралу заломили копыта и начали связывать, игнорируя угрозы и яростное сопротивление. Кейденс повернулась к Шайнингу, покорно стоящему подлиннее. — Наша завтрашняя свадьба обещает быть просто восхитительной! — проворковала она, прикоснувшись к щеке жребца. — Ты так не считаешь? Шайнинг вяло кивнул. — Да, любимая. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует...